так господа всем доброго времени суток вы находитесь на канале deadline.ru с вами георгий мы продолжаем наш летсплей по игре айон за волшебником мы с вами находимся на пятнадцатом уровне в лагере недалеко от деревушки тольбос в прошлой серии мы с вами совсем недавно апнули 15 уровень и сейчас мы с вами продолжим выполнение квестов как покоцали убийцу продолжим выполнение квестов вот здесь нам с вами нужно собрать по одному из квестов яйца при пайламов типа из них делается хороший омлет судя по звукам сзади месиво ну да убийца конечно хороший дамаг выливает но и по нему хороший дамаг выливают он только-только подлечился у него уже опять практически нет здоровья то тяжеловат конечно физиком на этих уровнях даже дамажным физиком скиллов еще мало так что мы с вами здесь собственно делаем мы сейчас собрали здесь четыре яйца нам нужно 6 они сейчас отраспаются они очень быстро распутся поэтому проблем не возникнет прям буквально чуть-чуть постоим и уже появится так ему там не помочь вроде нет справляется да так а сами нужно 6 штучек и они сейчас вот они уже начинают распространить нет смысла куда-то особо отходить искать другое место другую кладку совершенно ни к чему сейчас соберем еще одно так все хорошо их нужно принести рдио это вот сюда куда мы с вами только что утопли давайте спарим парень включается пробелом наступ стоп стоп не сюда другой лагерь чуть повыше парень включается пробел все можете прыгнуть с какого-то уступочка и включить парень и но следите вот за этим временем отката откат 10 секунд во время отката вы не сможете второй раз включить парень и на этом многие режутся когда в каких-нибудь данжах использовали парень и какую-нибудь глупость а потом в дальнейшем кольцо не будем надевать а потом в в дальнейшем снова пытаются прыгнуть с какого-нибудь уступа и не дождавшись времени отката и таким образом погибают здесь берем еще один квест на добычу ядовитых желез и углубляемся в лес здесь нам нужно будет с вами уничтожить больших припайланов они здесь где-то здесь достаточно много вот они большой припайлам потрошитель есть желтенький пятнадцатого и оранжевый шестнадцатого уровня нам ни то ни другое совершенно никаких проблем доставить я думаю не должно кстати вот у нас с вами зарядились дп если вы наверное не обратили внимание у нас потихонечку набирается дп пока мы с вами уничтожаем монстров и за 2000 дп мы можем использовать умение святого обряда слабенький конечно относительно скилл относительно именно да то есть он конечно наносит достаточно высокий урон 1147 единиц но у нас в сумме там два три других нюка наносит столько же а тратится очень много ценных очков но пока учитывая что мы эти никуда не тратим кстати вожак трандилова нам понадобится чуть позже но поскольку мы все равно пока никуда не тратим наши с вами очки дп то можно в общем-то ими и воспользоваться ну так просто для хотя бы посмотрим как этот скилл кастуется как он выглядит так давайте пока продолжим вожак трандила он тут популярен его месяц все кому не лень потому что он всем нужен как раз по этим самым сюжетам кого стам это кто на снайпер веселиться вот поэтому его после того как его убивают его достаточно сложно потом найти расплывается он по-моему достаточно долго поэтому если сейчас нам не повезет и кто-то его сольет до нас просто переключимся на другой канал мы с вами тоже делать умеем переключимся на другой канал и воспользуемся этой приятной возможности для того чтобы уничтожить вожака после того как мы сейчас с вами сольем больших при пайлам потрошителей нам как раз дадут возможность дарут задачу уничтожить вожака трандила но после этого уже да им занялись вот ну а после этого уже мы с вами вернемся в деревню тольбас давайте кстати по дорожке выполним квест на сбор ядовитых желез нужно уничтожить детеныши атаксида давайте их уничтожим самого атаксида давайте вгоним в сон мелочь позбиваем вот этими скиллами я думаю теперь займемся видимо папой а может и мамы кто его знает так уничтожаем что не мешался и собираем ядовитую железу одну все не сложно правда я почему говорю что здесь облегчили 47 прохождение квестов действительно стало во многом проще многие квесты стали легче в выполнении на них требуется меньше монстров меньше времени меньше беготни в основном это именно в беготни выражается в сокращении времени перебежек за счет автоматической телепортации к нужным местам в дальнейшем мы с вами это очень ощутим на себе когда у нас с вами будут квесты в рудниках кайдена вообще на силах кайдена там мы это с вами ощутим во всей красе прелестью автоматической телепортации кто помнит может быть кто играл в айон есть там такой персонаж мабанта к нему до 47 приходилось постоянно бегать пешком затем возвращаться сейчас сделана автоматическая телепортация так ну что осталось там с вами совсем немного сейчас еще одного после этого завалим и уже займемся так вот еще припаяло и займемся вожаком если конечно мы его сейчас здесь с вами найдем ну не найдем так переключить другой канал что теперь делать так давайте немножко расп мп себе так о вожак трандило давайте побыстрее пока его никто не слил до нас поехали давай сейчас разрядим его наш дп скилл и бух ну не то чтобы очень красивый но действительно мощный все мы с вами завершили сюжетку первую ну в смысле не завершили а сделали все что необходимо для того чтобы сдать этот квест теперь давайте сдадим еще один квест у нас вот здесь вот наверху это мы с вами железу ядовитую собирали вот и отправимся теперь уже в деревню тольбас и возьмем там следующую сюжетную миссию возможно кстати что это тут нам не сейчас а на 16 уровне я точно не помню границы перехода здесь возможно что только на следующем уровне мы ее получим но ничего в этом страшном нет давайте воспользуемся одним из наших скиллов по возвращению используем быстрое возвращение ну быстрое оно только по названию конечно используем его потому что откатывается оно час мы сейчас никуда не торопимся откатываться оно будет долго и мы с вами сможем в дальнейшем пользоваться более быстрыми методами телепортации а сейчас тратить их не будем так сдаем нашу сюжетку опыта дают очень много 49 тысяч дают новую тунику полезную кстати уже она добавляет нам силу магии уменьшает агрессию это в дамжах нам будет полезно да уже дают следующую миссию на 15 уровне очень хорошо давайте переоденем тунику вот так она выглядит новая вот так выглядела предыдущая вот так новенько только цветом по большей части пока что отличается так кольцо 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 давайте наденем коль уж у нас другого ничего нет давай 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 надевай так и вот кстати у нас еще есть редкое зелье восстановления нам с вами вы на одном дали на одном из прошлых задач на одной из прошлых заданий давайте тоже уклонитесь поместим в зелье восстановления они восстанавливают вам одновременно и хп и мп единовременно то есть это не текающие банки как вот эти а единовременное зелье полезно в каких-то каэтических ситуациях так 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 шахтеры дукаки опять начали добывать одиум убейте их и смотрителя Турсина который надирает над ними да без проблем сейчас сделаем так вот здесь мы с вами не будем брать этот квест здесь по-моему дают достаточно да здесь дают очень мало опыта а припасы там искать сложно ну по крайней мере ранее было сложно сейчас я не знаю честно говоря не тестировал так и мы кстати с вами совсем забыли что мы на 15 уровне можем взять очередные квесты ростовые за них нас вами дадут что-нибудь приятное давайте посмотрим так ситах входа в храмель это данж соло данж в который мы с вами пойдем попозже уровне на 17 если апнемся хотя можно 16 выйти так амулет верди нас снова дадут мы их пока коллекционируем и ивент на конфеты пингвина конфетки на 1 час увеличивают физическую атаку силу магии скорость атаки силу магии все пользуются всем они большинству они нравятся но мне вот не нравится я не знаю я понимаю что они увеличивают параметры я понимаю что это классно там плюс 3 скорость каста силу магии немножко растет но меня как-то не прикалывает когда мой персонаж бегает в виде пингвина я не знаю может это поначалу и прикольно но я их не использую и сразу же выбрасываю также мы с вами дают одну из полезных вещиц которые мы с вами сможем надеть только на 20 аж первом уровне это к тому как раз к вопросу о том что железные монетки и медные монетки нам с вами в основном требоваться не будут потому что нас и так достаточно хорошо обеспечивают вещами так второй во наконец-то во все нам с вами дадут очень много полезных свитков вот теперь у нас с вами нет проблем со свитками на ускорение по крайней мере пока что их не будет и это действительно очень приятно это очень вовремя нам их дали а то они у нас подходили в принципе к концу вот стоит товарищ который съел конфету пингвина вот в таком виде вы будете бегать целый час ну я не знаю кому нравится конечно используйте это естественно полезно здесь выполняем еще один квест это естественно полезно потому что повышает ваши параметры боевые но мне еще раз повторюсь не нравится когда персонаж у меня так выглядит ну не нравится я люблю соблюдать эстетическую сторону эстетика для меня важная часть важный атрибут в игре так да и не только в игре конечно же еще ловим здесь на ион она здесь ходит кругами берем у нее тоже квест мы его тоже будем выполнять там куда мы сейчас отправляемся по сюжетной линии сюжетка нас так кушаем свитки сюжетка нас отправляет в шахту дукаки туда мы уже с вами брали квест 1 на пропавшего фокуса тире поросенка здесь этот квест мы брать не будем у этого товарища потому что он на сбор на энергокинез энергокинез мы с вами не раскачиваем пока что так ранее тоже до 4.7 обновления квесты в шахте дукаки куда мы сейчас с вами направляемся вот так она выглядит здесь эти квесты были о, тут всех положили смотри-ка заклинатель орудует значит здесь все эти квесты были достаточно сложными, долгими и выполнялись ну в несколько тоже заходов выполнялись в общем это было достаточно противный процесс сейчас опять же все гораздо легче гораздо проще выполняется быстро часть квеста вообще убрали то есть раньше здесь нужно было добегать в несколько этапов добегать сначала уничтожать этих монстров затем нужно было бежать куда нужно было бежать так по-моему да, в ту сторону нужно было бежать там убивать монстра усиленного затем нужно было до кухарки добегать до котла в котором варится тут видимо еда для этих товарищей всех значит уничтожать эту кухарку так сейчас на нас сагрится и только после этого только после этого вы заканчивали квест причем по-моему он был сюжетным поэтому в общем-то сейчас это гораздо проще сейчас не надо убивать никакую кухарку я не знаю честно говоря может быть его перенесли в какую-то побочку которую я не видел но на мой взгляд это просто убрали эти этапы так получаем один из квестовых предметов я особо не стараюсь отпрыгивать от противников куда-то от них убегать пока что поскольку на данном этапе это совершенно ни к чему щиты нам все равно не пробьют пока что щиты у нас достаточно прочные для того чтобы их трудно было пробить поэтому можно особо не заморачиваться хотя многие скажут что лучше бы тренироваться прямо сейчас чтобы уже нарабатывал набивалась рука да чтобы мы привыкали к тому как должен вести себя волшебник в том числе в пве ну возможно что действительно стоит это сделать вот смотрите литурсин это уже достаточно толстые монстры для нас в том числе и на них уже приходится тратить большое количество наших скиллов что-нибудь добралось что-ли? давайте подберем денежки хоть кто-то мало но все-таки так еще один смотритель нам нужен это сейчас практически расстрел в упор таким вот образом так дальше нам с вами потребуется еще несколько шахтеров здесь не бойтесь этих шахтеров атаковать не смотрите на то что наблюдатель ходит рядом с ними он на вас не сагрится ну по крайней мере в прошлый раз я проходил опять же за хила и он не агрился давайте сейчас попробуем я прям при нем прям около него ударю шахтера видите то есть никакого никакой реакции что этот наблюдатель здесь делает зачем он здесь ходит совершенно непонятно потому что за своими рабочими он вообще не следит у него вообще какие-то свои дела он нарезает круги он думает о жизни видимо там я не знаю чем он занимается но за тем что происходит вокруг него он явно наблюдать совершенно не собирается спрашивается зачем он здесь вообще нужен что за охрана которая не помогает своим подчиненным ну не подчиненным но в данном случае это подчиненный поскольку это наблюдатель да вроде как надзиратель так ладно заканчиваем с шахтерами сейчас мы их с вами доуничтожаем и пойдем доделывать квесты в этой локации так здесь закончили хорошо берем кушаем наш свиток так стараемся никого не сагрить и пойдемте за следующими за следующими нашими квестами что нам еще здесь нужно ожерелье и кольцо наи одна из этих вещей по-моему есть у сторожа да судя по надписи она действительно есть у сторожа вещи выпадают не со стопроцентным шансом поэтому будьте терпеливы не сразу может быть выбить сейчас мы посмотрим может тоже не сразу выпадет ничего в этом страшного нет нет сейчас первый раз третья вещь находится у повара брауни вот у этих вот товарищей это все на самом деле написано в квесте то есть это я не то чтобы я откуда я это все знаю нажимаете на украденное украшение смотрите какое украшение вам нужно в данном случае нам нужно еще кольцо найти нажимаете на кольцо его носит повар брауни ну и все то есть это никакая это я нигде не вычитываю это просто написано в квесте когда походите в квесты читаете их описание там все достаточно подробно написано как правило и объяснено что и где искать колечко выпало все так далее нам с вами нужно выполнить квест по доставке поросенка доставка на дом значит давайте мы сейчас с вами этого поросенка берем он за нами увязывается и нам нужно его довести на нас могут агриться монстры осторожнее и старайтесь кстати говоря бежать вот задом причем нам даже сейчас плохую для нас играет плохую для нас служит службу то что у нас включен свиток на ускорение потому что поросенок бежит медленнее чем мы если он от вас отбежит то есть если вы от него уделите достаточно далеко то квест будет считаться провальным потому что поросенок просто пропадет ну вы разорветесь на дистанцию там больше чем метров на 25 на 30 по игровой дистанции да если вы это сделаете то он просто пропадет и квест будет считаться провальным вам придется бежать за ним еще раз видите он даже периодически назад отскакивает отпрыгивает это конечно не он сам отпрыгивает эта игра так глючит вот но если вы слишком далеко отойдете то квест прервется имейте это ввиду так поэтому с вами так аккуратненько причем по моему опять же ему увеличили скорость передвижения раньше по моему он таскался гораздо медленнее и эти проводы в деревню они были очень долгими давай 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 не отставай на нем кстати висит дебаф который нельзя снять слабость то есть через два часа этот поросенок сдохнет ну я не знаю что нужно делать чтобы два часа этого поросенка не успеть довести до его хозяина в деревню это как надо ползти это даже это надо пойти пообедать поужинать поспать и то еще время останется так прикольный поросенок хвостом машет так как будет эта собака так давайте его доведем до хозяина хозяин вот находится вот здесь рамор пастух мы у него брали этот квест доводим сюда порося и нам за порося дают очень много опыта сорок одну с чем-то там тысячу с копейками ну вот и все сдаем этот квест получаем 45 600 опыта ох ты сразу 16 уровень о как мы с вами хорошо отличный квест и у нас с вами новые умения новый набор умений причем опять же достаточно большой что приятно так хотя не самый большой потому что эти два квеста мы с вами уже знаем далее квест ледяные узы мы тоже знаем он просто усилился стал уровня 2 далее мы получаем ожог удар магии огня действует уральность 25 наносит 85 единиц урона сразу затем дополнительно по 70 одной единицы кастуется также мгновенно перезаряжать всего лишь 5 секунд этот скилл посильнее будет чем коррозия потому что коррозия 68-57 единиц наносит а этот 85-71 поэтому он у нас будет в приоритете как вы поняли это до скилл очередной до скилл который наносит урон в течение некоторого времени до тех же 15 секунд как и коррозия то есть вы можете повесить одновременно два дота вам никто не мешает то есть мешки вешать и один вешать и второй противник будет получать урон сразу от двух ваших умений и еще один скилл это оковы холода в радиусе 15 метров наносит противникам обратите внимание нескольким противником 28 единиц урона и обездвиживает их на 10 секунд это тоже умение контроля ваши но это умение массовое с ним будь вообще вот массы я предпочитаю куда-нибудь убирать подальше потому что случайно ткнув массы в данже на дистанции 15 метров вы сагрите на себя всех кто там в этих 15 метрах находился поэтому с этим нужно быть осторожными в пве это конечно может пригодиться условно говоря до вас добежали вас бьют вам не нравится что вас бьют вам не нравится ваш скилл изгиб пространства и времени чтобы отпрыгнуть либо вам некуда отпрыгивать всякое может быть допустим сзади монстр стоят тогда используйте оковы холода все вокруг вас в радиусе 15 метров останавливаются на 10 секунд вы за это время куда-нибудь убегаете что-нибудь с ними делаете так что конечно скилл интересный давайте наверное даже мы поставим рядом с нашими контролящими скиллами но он будет у нас всегда идти в конце этой очереди чтобы массы мы с вами случайно не заюзали ни в каких данжах может быть даже вот так вот его да ладно не будем отделять так далее сдаем квест на и выбираем хрустальную серьгу потому что нам она на силу магии то драгоценная серьга на точность она нужна на силу магии берем получаем опять-таки достаточно приличное количество опыта причем заметьте да то есть все скил все умения которые мы с вами до сих пор брали они все выполняются вот здесь рядом по факту поэтому мы не испытываем как никаких особых проблем нам не нужно куда-то далеко бегать все в одном месте делается так сдаем нашу миссию чтобы ее точнее окончательно сдать нужно вернуться в бертрон все остальные синие квесты которые здесь остались они ничего особо вам не дают полезного опыта дают мало поэтому я их не беру так что давайте перебафаемся чтобы перебафаться если на вот смотрите на вас висит благословение помните у нас чародей в прошлой серии бафнул по моему на вас висит его благословение жизни благословения 1 и благословение защиты они и по силе своей пока что идентичные тому что дает бафер значит если вы хотите перебафаться можно применить благословение и его благословение поскольку оно такое же по силе оно перекроет скиллы чародея бывает такое что на вас допустим бафнули чародей развился достаточно хорошо у него становятся эти бафы на плюс 15 процентов к вашему хп и физзащите например тогда уже баф от жреца его перекрывать не будет если вы хотите перебафаться допустим чародея заканчивается там через пять минут вам нужно его снять чтобы получить другой замену тогда просто нажимаете правой кнопочкой и нажимаете снять чары все потом уже получаете то что вам нужно таким образом вы можете снимать с себя все положительные эффекты которые вам не нравятся исключая по моему чародейские мантры то есть если вы находитесь в группе то снять чародейскую мантру вы не сможете хотя с другой стороны что за глупости снимать мантры которые для вас чародей используют для вашего же усиления так ну вот в общем то и все в деревне тольбос мы с вами все закончили здесь еще остались квесты которые можно поделать голубенькие квесты это по бочке но они нам уже особо никаких плюшек не дадут опыта мы с вами и так получим прилично сейчас мы с вами вернемся в бертрон да выполняем там еще сюжетку получим возможно получим еще одну сюжетку далее нам нужно будет отправиться в башню бертрона там нас ждет с вами первый соло данж который будет у нас в следующей серии потому что проходится он достаточно долго поэтому недостатка в опыте мы с вами испытывать не будем так что отвлекаться на другие побочки ну лично я вам в общем не рекомендую потому что просто потеряете время так берем сначала синенький квест вот здесь он для 19 уровня но нам его уже дают за него мы получим 75 тысяч опыта и наплечники этот квест как раз на тот самый соло данж о котором я уже говорил дальше давайте посмотрим что у нас есть здесь так родственные души это в грязные болота мы туда с вами не пойдем потеряно бычальное кольцо так устье реки лун здесь можно выполнить этот квест он нетрудный кольцо находится вот здесь вот тут вот по моему то есть это вот или даже вот тут по моему вот в этой области в переходе вот по этой дорожке награды я не знаю какая поэтому я этот квест никогда не беру вот насколько я понимаю здесь все равно ничего ценного не будет тем более даже опыта не дают так поэтому здесь мы ничего тоже брать не будем теперь 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 так кинесси что нам может дать что ты не хочешь предложить где лист или ничего здесь или а о приличное количество опыта это нужно отнести в лагерь кагохаса ну давайте возьмем ребят вот опыта много 56 тысяч это четверть того что нам сейчас нужно так сюжетка заканчиваем сюжетку получаем давайте пока будем брать орбу мы не испытываем проблем с автоатакой поэтому берем орб получаем много 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 опыта меняем орб на орб легионера бертрона старенький выбрасываем не бойтесь что мы ничего не продаем не переживайте потому что продавать это все это это очень дешево все стоит вы больше гораздо средств наберете с квестов нежели с продаж этих предметов в дальнейшем нам будут выпадать вещи которые стоит продавать но это будет попозже вот мы здесь с вами сдаем еще один квест который брали в деревушке на пасеке помните там где воров мы с вами уничтожали вместе с рабочими сдаем этот квест в общем то все также здесь можно выполнить еще квест вот здесь группа на убийство кралов но в общем в этом особой необходимости нет потому что мы с вами можем спокойно переместиться пока что в башню бертрона давайте мы с вами туда перелетим и на этом завершим сегодняшнюю серию мы с вами достаточно хорошо прокачались выполнили выполнили сюжетки теперь перемещаемся в башню бертрона там мы с вами сможем взять несколько новых квестов значит парочка из них будет просто на гринд на небольшое уничтожение монстров за хорошее вознаграждение в виде опыта и возьмем в том числе квесты мы с вами пролетаем над ванпостом турсина здесь много элитных монстров находится и здесь же у нас будут квесты чуть попозже на 19-20 уровнях они у нас будут вот пролетаем сюда здесь много красных монстров которые для нас вроде как еще пока большие но мы с ними справимся здесь мы сможем сейчас взять нет сейчас нам их не дадут прямо сейчас ну ничего один разочек посетим данж соло и дадут так пока не будем точку восстановления перерегистрировать возьмем вот этот вот квест так давайте пробежимся до начала нашего данжа и данж уже будем проходить в следующей серии потому что здесь достаточно долго его проходить мы пойдем вот данж дважды потому что там дают очень много опыта там быстро прокачка идет это вот локация башня бертрона так вот она выглядит красивое тоже место светлое вот здесь часто вообще все локации листьев они традиционно светлые а локации асмодианской расы они традиционно темные ну так же по сюжету так и должно быть вот здесь часто можно обнаружить еще одного элитного монстра не помню какой зовут большая кто-то там давайте посмотрим ролик и так нам нужно проникнуть в храмель в погоне за подозрительным шико вот здесь можно обнаружить этого монстра иногда элитного это типа пакси его тоже можно убить он не очень трудный в отличие от пакси его можно спокойно завалить и с нее падает по-моему какая-то бижутерия с нее падает ну что ж господа давайте тогда на сегодня мы с вами закончим перебавляемся закончим на сегодня нашу серию в следующей серии мы приступим к прохождению первого соло данжа под названием храмель которым очень хорошо поднимается уровень в котором можно ходить в общем то несколько раз мы пойдем еще раз повторюсь наверное разика два чтобы выполнить полностью все квесты нужно именно два похода в данж очень неплохо в нем прокачаемся и посмотрим что такое соло данж в соло данж как вы понимаете вы можете пойти только в одиночку то есть вам там никто не поможет но в общем то все соло данжи построены таким образом что помощь там ничья вам и не понадобится то есть вы там прекрасно справитесь в одиночку каким бы классом вы не играли дамажным, не дамажным бронированным, не бронированным совершенно не важно то есть вы всегда можете справиться это будет наш первый опыт данжа ну что ж друзья я думаю на сегодня достаточно давайте на этом закончим нашу очередную серию по волшебнику по Айону подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки пишите ваши комментарии и до новых встреч на канале Deadline.ru